Ситуацию на рынке жилья обсудили сегодня на еженедельном совещании главы Чувашии и правительства республики. Если с покупкой и продажей квартиры более-менее все понятно, то сдача в аренду происходит чаще всего в закрытом режиме. В результате бюджет не получает примерно 20 миллионов рублей ежегодно. По итогам мониторинга, проведенного Минстроем и Налоговой службой республики, в Чувашии сдано в аренду около 3000 жилых помещений. Лидеры – Чебоксары, Новочебоксарск, Аллатырь, а среди муниципальных районов – Цивильский, Красноармейский, Маргаушский. На 3 октября на рынке недвижимости более 1900 предложений о сдаче в аренду жилых помещений. Здесь лидером является, опять же, город Чебоксары, более 80%, и около 17% – это город Новочебоксарск. Помимо этого, на рынке недвижимости представлено большое количество предложений о сдаче в аренду жилья на часы и сутки. Такое количество предложений насчитывает свыше 1400. Больше половины предложений от физических лиц. При этом услуги по сдаче и найму жилья предлагают еще 114 фирм и компаний. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры – около 8 тысяч рублей в месяц. Двушки – 10. Нетрудно подсчитать, какие деньги проходят мимо бюджета. Грубо оценивая ситуацию, считаем, что 3-4% от всего жилья в городе задается в аренду. Это значит, что потенциал – 7-8 тысяч квартир. Если переводить это на рыночную стоимость и на деньги, и на доход, который составляет 13%, то потенциал этих денег – от 80 до 100 миллионов рублей в год. По итогам 2013 года, а в 2014 году эти цифры будут еще выше, пока просто год еще не завершен, нужно сказать о том, что мы выявили 1093 потенциальных декларанта, из которых 95% продекларировали свои доходы и были привлечены к налогообложению. В результате увеличение в 2013 году почти на 40% количества декларантов и сумма налога, поступившая в бюджет по всем трем основаниям, как я уже сказала, сдача в аренду жилых, сдача в аренду нежилых и сдача в аренду транспортных трест составила 5,4 миллиона рублей. Глава республики Михаил Игнатьев отметил, разумеется, каждый собственник имеет право сдавать жилье в аренду, однако нельзя забывать об обязанности – платить налоги. Участники совещания обсудили также вопросы начала отопительного сезона. К этому дню во всех городах республики, кроме Шумерли, отопление дано в 100% жилых домов. В настоящее время ведется проверка по каждому стояку, по каждой квартире. Около 90% учреждений образования и здравоохранения также подключены к теплу. Глава Чуваши определил срок окончания всех работ по подключению – два дня. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика.